X-Jimmy Elfin – это портативный развлекательный DLP-проектор, работающий под управлением Android TV. Проектор небольшой и не тяжелый, поэтому по праву может быть назван портативным. У проектора плоский прямоугольный пластиковый корпус с сильно скругленными углами, поверхность корпуса матово-белая, кроме двух деталей, а именно на днище и сзади, которые матово-черные. На верхней плоскости есть логотип марки и неяркий индикатор состояния белого свечения, прикрытый угловой вставкой из прозрачного тонированного пластика. На этой же вставке нанесен логотип бренда акустической системы. Спереди есть накладка из осветленного минерального стекла, которая прикрывает оптические датчики и объектив. Там же находится впускная вентиляционная решетка и глазок видеокамеры. На задней панели расположены кнопка питания, выпускная вентиляционная решетка, интерфейсные разъемы и разъем питания. На днище находится впускная вентиляционная решетка, резиновые ножки и штативное гнездо диаметром в четверть дюйма. В комплект поставки входят небольшой пульт дистанционного управления, работающий по Bluetooth, внешний блок питания и кабель к нему, а также документация. Голосовой помощник Google запускается при нажатии на кнопку с микрофоном. Он помогает найти контент и способен ответить на некоторые вопросы. На главном экране есть несколько горизонтальных лент с плитками избранных установленных приложений и рекомендуемого контента, сгруппированного по каналам. Меню с настройками проектора имеет типичный для Android TV вид. Выбор приложений в магазине Google Play в случае Android TV очень ограничен, однако в большинстве случаев можно установить программы из файлов APK. Фокусное расстояние фиксированное и не меняется. Есть функции цифрового уменьшения изображения и автоматической фокусировки. Также есть функции ручной и автоматической цифровой коррекции вертикальных и горизонтальных трапециедальных искажений, а также автоматического поворота изображения в плоскости экрана и обхода препятствия. С помощью встроенного плеера и сторонних программ можно воспроизводить мультимедийный контент по сети или с USB-носителей. Поддерживается аппаратное декодирование звуковых и видеопотоков в большинстве актуальных форматов. Есть функция вставки промежуточных кадров. Ее качество отличное. В большинстве случаев промежуточные кадры рассчитываются правильно, с небольшим количеством малозаметных артефактов. Уровень шума от системы охлаждения в режимах с хорошей цветопередачей приемлемый. В самом ярком режиме шум высоковат, но, например, просмотру спортивных передач это мешать не будет. Встроенные громкоговорители для устройства такого размера весьма громкие, но качество звука невысокое. В наушниках качество звука лучше, хотя самых низких частот все же не хватает. Задержка вывода в игровом режиме очень низкая, однако при этом уменьшена максимальная яркость и контрастность, что снижает ценность этого режима. В режиме с приемлемой цветопередачей яркость невысокая, но даже ее в полной темноте достаточно для проекции на экран шириной до двух метров. Исходный цветовой охват отличается от цветового пространства sRGB. Впрочем, разница не очень большая, поэтому цвета воспринимаются как более-менее естественные. В большинстве профилей охват чуть корректируется, но только в зеленой области, что особого влияния на изображение не оказывает. В самом ярком режиме избыток зеленого сильно искажает цветовой баланс, поэтому, например, для просмотра кино этот режим непригоден. В пользовательском режиме после коррекции цветовой баланс очень хороший. Проектор X-Jimmy Elfin — это способная развлечь владельца и небольшую компанию самодостаточное устройство все в одном, сочетающее в себе проектор, мультимедийный плеер и акустическую систему. С его помощью на довольно большом экране можно демонстрировать видео и фотографии. В данном случае функциональность устройства расширена за счет использования операционной системы Android, допускающей установку тех приложений, которые больше устроят пользователя по набору функций и оформлению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok